День добрый, уважаемые коллеги. Сегодня мы представляем симпозиум нашей Байкальской психосоматической ассоциации. Это один из центров, где психосоматика у нас активно развивается. Первую конференцию мы провели еще в далеком 2005 году, 16 июня тогда было мероприятие. А пять лет назад в этом году у нас юбилей, собственно, Байкальской психосоматической ассоциации. И мы хотели с вами обсудить проблемы взаимосвязи кардиологических проблем и душевных расстройств. Ну и первый доклад будет посвящен клиническим рекомендациям по психосоматике, относящимся к проблемам кардиологии, поскольку у нас это симпозиум под эгидой российского кардиологического общества. Ну вот здесь перед вами картина разновидности и коморбидности. То есть это сочетание двух и более заболеваний. Это может быть соматическая коморбидность, когда встречаются два заболевания соматических. Это может быть психическая коморбидность, ну, например, да, тревога и депрессия, или расстройство личности, и обсессивное расстройство. А сегодня мы будем обсуждать психосоматическую коморбидность. Это более продвинутый, более сложный вид коморбидности. И, соответственно, он отражает более тяжелое состояние пациента. Данное положение иллюстрирует ряд исследований, в том числе вот это последнее крупное метааналитическое исследование, которое показывает, что ожидаемая продолжительность жизни и выживаемость в большей степени снижены у пациентов с коморбидными психическими и соматическими болезнями по сравнению с теми, у которых есть только психические или только соматические коморбидные болезни. Очень важной позицией является двунаправленность психосоматических связей в большинстве изучаемых ситуаций. То есть и психическое расстройство или симптомы могут повлиять на течение коронарной болезни сердца, инсультов. И наоборот, естественно, соматическое заболевание может усугубить или вызвать даже психическое расстройство, что очевидно. И таких исследований у нас в последнее время все больше и больше появляется. Почему рекомендации? Потому что нормативная база обязывает врачей применять диагностические и лечебные решения, основанные на нормативных документах. Для нас, согласно 323-му федеральному закону, являются это все-таки клинические рекомендации. И они важны в плане не только оптимального выверенного лечения, но также и контроля со стороны соответствующих органов. Что касается рекомендаций по психосоматической проблематике, их довольно много. Большое число рекомендаций в области общей практики семейной медицины. Много рекомендаций у кардиологов есть по разным аспектам. Есть и рекомендации по психиатрии, безусловно. Например, самые авторитетные рекомендации в области психиатрии считаются рекомендацией Американской психиатрической ассоциации. Перед вами рекомендации по депрессивному расстройству. Здесь вы видите большой раздел, посвященный соматическим проблемам. Вот Американская психосоматическая ассоциация выпускает и классическое руководство, является фактически Библией для нас, посвященной психосоматической медицине. В 2019 году вышло третье уже издание. Это очень большой такой толстый талмуд. Он у меня есть, и я его читаю периодически, сверяя позиции по развитию психосоматики. Что касается отечественных психиатрических рекомендаций, то там, к сожалению, психосоматическим расстройствам, проблематике психосоматической не уделяется внимания. То же самое касается, кстати, рекомендаций российских кардиологических обществ. Если взять, допустим, рекомендации Европейского общества кардиологов, то там нередко обсуждается вопрос о коморбидности, в том числе психосоматические аспекты. А вот отечественные рекомендации, возьмите, например, рекомендации по хронической коронарной болезни или ишемической болезни сердца. Там этого раздела вообще даже нет. Это, конечно, связано во многом с тем, что рабочая группа, экспертные российские, они побаиваются выйти за вот эти красные флажки, за рамки европейских и других международных организаций. И это, конечно, существенно ограничивает развитие российской науки, в том числе и в области психосоматики. Очень важно, чтобы рекомендации были не просто изложением исследований в этой области, а главное, чтобы они содержали критерии, классы рекомендаций, уровень доказательств. И таких рекомендаций оказывается вот с классом и уровнем доказательств. В области психосоматики всего два я нашел. Это вот рекомендации по профилактике сердесудистых заболеваний, которые в 21-м году выпустило Европейское общество кардиологов. Там есть небольшой маленький раздел, вот вы видите его перед вами. Там некоторые позиции весьма так фрагментарно представлены по психосоматическим проблемам. И второе – это вот австралийские рекомендации, касающиеся психосоматических аспектов. И все, все остальные рекомендации не включают ни класс, ни уровень доказательств. Поэтому в целом они не могут так уж прямо использоваться широко, как нормативный документ в практической медицине, особенно в России, с учетом 323-го федерального закона. Основная проблема составления рекомендаций в области коморбидности и психосоматики заключается в том, что очень мало рандомизированных контролируемых исследований. Они считаются самыми надежными. И на них, собственно, и строятся во многом рекомендации 1-го А-класса, 1-го Б-класса даже. Но я хочу сказать, что даже если мы берем наблюдательные исследования, если они достаточно большие, и если там использованы современные технологии анализа с так называемой методикой псевдорандомизации, то это довольно надежное исследование, и выводам можно доверять. Вот здесь вы видите одно из исследований, которое сравнивало рандомизированные наблюдательные высокого класса исследований. И посмотрите, довольно большой процент совпадений, выводов, рандомизированных и наблюдательных исследований. Поэтому в целом наблюдательные исследования хорошего класса, большого объема можно и нужно использовать в качестве создания рекомендаций в области психосоматических проблем. Ну вот я постарался вместе с коллегами Байкальской психосоматической ассоциации и другими специалистами подготовить такой проект в области кардиологии, касающейся диагностики и лечения пациентов с коронарной болезнью. Почему? Потому что коронарная болезнь, во-первых, это самое опасное заболевание. Именно большая часть смертей в кардиологии связана именно с этим заболеванием, во-первых. А во-вторых, это самое изученное заболевание. И поэтому здесь в целом есть немало исследований, в том числе и рандомизированных, на основании которых можно построить уже более-менее надежный документ. Ну и здесь я хочу обратить внимание, и это подчеркнуто и в других зарубежных рекомендациях, психиатичных в том числе, что врач-интернист и кардиолог может диагностировать нетяжелое психическое заболевание и назначит лечение, безусловно, если у него есть подготовка в этой области. И в дальнейшем крайне желательно, чтобы психиатр еще раз посмотрел эту ситуацию, проконтролировал, одобрил. И вот такой совместный тандем, безусловно, считается самым оптимальным в ведении пациентов с соматическими и психическими заболеваниями. Что касается широкого скрининга и тревожных, и депрессивных расстройств, он не всегда оправдан в целом. Ну вот здесь вот приведено исследование, которое оценивало скрининг депрессии у пациентов с острыми коронарными синдромами. Ну обычно с помощью опросников популярных. Выяснилось, что если у пациента в анамнезе нет депрессии, то всем подряд проводить скрининг депрессии нецелесообразно. Это не влияет на исходы этого опасного заболевания. Что касается психометрических шкал, да, они, конечно, в работе интерниста облегчают ситуацию, потому что можно поручить, это так за рубежом и делается, чтобы медсестра провела опрос, и можно какую-то группу риска выделить и с ней уже более предметно поговорить. Хотя должен сказать, что, конечно, психометрическим шкалам нужно относиться осторожно, потому что это во многом так, как пациент хочет себя показать перед врачом. То есть, безусловно, просто так механически полагаться на психометрические шкалы нецелесообразно. Ну, а что касается использования их, то, ну, вот есть PHQ-9, допустим, да, ГАТ-7, есть даже короткие варианты специально для интернистов созданные, например, показано, что PHQ-2, допустим, так же точна примерно, да, как PHQ-9 с девятью вопросами. То есть можно использовать даже и сокращенные варианты, ну, потому что в практике интернистов у нас нет столько времени беседовать, беседовать, там у нас поток больных и тяжелых больных достаточно. И для скрининга можно использовать в ряде случаев и укороченные варианты опросников. Но следует, безусловно, понимать, что эти опросники, они ориентированы в линии симптомов. Это не диагноз, безусловно, да, а в медицине принято, да, устанавливать диагноз конкретного расстройства, будь то генерализованное тревожное расстройство, там депрессивное расстройство с эпизодами. И в зависимости уже от диагноза назначать лечение, продолжительность его оптимальную и так далее. Поэтому, конечно, это опросники не отменяют, а просто должны поддерживать, да, дальнейшее уже более точное оценку психического состояния пациента. Ну и здесь вот достаточно большой раздел рекомендаций, касающихся использования антидепрессантов, других препаратов. То же самое с градацией рисков, с уровнем доказательств, и мы выложили это в открытом доступе, и мы надеемся, что и психиатры, и интернисты примут участие в подготовке, потому что дальше развиваться психосоматика, если мы говорим о практическом применении, да, не может без наличия нормативного документа, по крайней мере, вот рекомендации. И мы надеемся, что этот процесс должен рано или поздно привести к формированию нормативного документа, консенсусного вместе с психиатрами, кардиологами. И тогда гораздо проще будет врачам диагностировать и назначать адекватное лечение пациентам. Очень важно понимать, что есть и не медикаментозные отведения. Физические нагрузки очень широко используются в кардиологии для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, коронарных, и даже сердечной недостаточности. И, естественно, не нужно забывать, что физические нагрузки уменьшают выраженность тревоги и депрессии у пациентов с коронарной болезнью, даже без коронарной болезни, да, и они также могут использоваться вот для коррекции душевных расстройств. В рандомизированных исследованиях, неотносительно небольших, в области коронарной болезни достаточно. И, тем не менее, очень важно, чтобы это были последние по времени исследования, потому что у нас постоянно меняется лечение коронарной болезни, становится более эффективным, более агрессивным. Ну и вот чаще всего в последние годы обсуждается вот это корейское исследование ДЕПАКС, которое использовало на рандомизацию. И там было четко показано, что депрессия, особенно более тяжелая, на уровне депрессивного расстройства, повышает риск сердечно-сосудистых событий после острого коронарного синдрома. И очень важно, что лечение вот эсцеталопрамом, там проводилось в дозе от 5 до 20 мг, давалось на протяжении полугода, посмотрите, заметно снижает частоту сердечно-сосудистых событий, что крайне важно. То есть мы наряду с антитромботическими препаратами, там, статинами, получаем еще один инструмент для не только снижения уровня депрессии и тревоги, не только инструмент для повышения качества жизни, но и также дополнительно снижаем наши сердечно-сосудистые события, включая инфаркты миокарда, смерти коронарной и так далее. И очень важно нам учитывать, ну, самая популярная группа – это, конечно, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Как правило, используется в кардиологии, в коронарных болезнях. Это либо сертралин, несколько реже используется эсцеталопрам, поскольку они более изучены, иногда мертозапин используется. Но следует понимать, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, в том числе, кстати, они обладают антиагрегатным эффектом. А поскольку у нас сейчас очень агрессивная противотромботическая терапия, вот мы на грани буквально кровотечения ведем тяжелых пациентов, надо понимать, что назначая эти препараты, мы вообще-то повышаем риск кровотечения. И, может быть, когда-то нужно пересмотреть нашу тактику ведения. Тем более, вот есть ряд ингибиторов обратного захвата серотонина, которые могут снизить эффект лапидогрыла в частности. И посмотрите, на 12% у нас увеличивается частота ишемических событий, и флуоксетин, и флуоксамин в принципе используются. И, конечно, мы в основном используем медикаментозное лечение. Почему? Потому что психотерапевтическое лечение требует серьезной подготовки, это требует неоднократных сеансов, это требует довольно больших ресурсов, потому что это дорогое лечение. И есть проблемы, безусловно, и с качеством психотерапевтической помощи, все-таки эта служба у нас во многих регионах развита недостаточно, безусловно. Но следует иметь в виду, что это довольно мощный инструмент лечения нетяжелых депрессивных и тревожных расстройств, и сочетанного лечения медикаментозного. И обратите внимание, вот этот последний метаанализ с рандомизированных исследований показывает, что психотерапевтическое лечение может снизить риск сердечно-сосудистых событий, инфарктов миокарда, стенокардии у пациентов с коронарной болезнью. Хочу обратить внимание на то, что у нас 23-24 августа с локализацией в Иркутске пройдет 19-й конгресс Азиатского колледжа психосоматической медицины. Можно зайти на сайт конгресса, на сайт нашей Байкальской психосоматической ассоциации и принять активное участие в этом международном форуме. Спасибо, коллеги, за внимание. И слово предоставляется известному специалисту, одному из лучших специалистов в области психосоматики, представляющим Томскую школу психосоматическую. Это Наталья Петровна Горганеева. Наталья Петровна, пожалуйста. Сейчас, спасибо большое. Сейчас буду подключаться к демонстрации экрана. Добрый день, глубокоуважаемые коллеги. Добрый день, сопредседатели Президиум. И я выражаю искреннюю признательность, благодарность профессору Белялову Фариду Исмагиловичу за приглашение на этот конгресс. Нас уже много лет объединяет такой профессиональный интерес в области психосоматической медицины. И я думаю, что наше сотрудничество будет и дальше успешно продвигаться вперед. Наша сибирская психосоматическая школа, я думаю, что играет в этом плане такую определенную роль. Но свой доклад я в психосоматическом соотношении при сердечно-сосудистых заболеваниях в свете новых рекомендаций. И опять же благодарю вас, Фарид Исмагилович, потому что в продолжении, по сути, вашего доклада, может быть, более, чуть-чуть подробнее скажу о тех новых рекомендациях, которые вышли. И была опубликована версия, последняя версия рекомендаций Европейского общества кардиологов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. И тем не менее, хотя там немного, но все-таки в этих рекомендациях, созданных не для психиатров, а для врачей-кардиологов, терапевтов и других интернистов, есть разделы психосоциальных факторов, психические расстройства, охрана психического здоровья и психосоциальных вмешательств. Так вот, Фарид Исмагилович кратко ссылался, но я позволю себе чуть-чуть подробнее. Так вот, что же нам в разделе психические расстройства? Как будто бы указаны уже известные факторы, но тем не менее, поскольку это повторяют как постулаты, говорит о значимости это, что распространенность психических расстройств или расстройств психического здоровья за последний год, вот по данным рекомендации, до 38%. Распространенность психических расстройств у пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет 40 и более процентов, что ведет к худшему прогнозу. Риск неблагоприятных исходов с возрастающим увеличением тяжести психического расстройства. И поэтому важно выявлять, контролировать не специфические для сердечно-сосудистых заболеваний симптомы. Мы действительно уже говорили о том, что давно известно, что тяжелая депрессия может привести к летальному исходу. Но это и повторяют, это и правильно. Дальше. Психические расстройства. Какие встречаются? Это тревожные расстройства, соматоформные расстройства, расстройства депрессивного спектра в рамках невротически связанных со стрессом расстройств. Это аффективные расстройства, депрессивные эпизоды, дистимея, рекуррентно-афективное расстройство, Расстройство личности, они тесно взаимодействуют, взаимогусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями и влияют на продолжительность жизни наших пациентов. С началом развития сердечно-сосудистых заболеваний риск развития психических расстройств увеличивается в 2-3 раза по сравнению со здоровым населением. Об этом должны помнить врачи, терапевты и кардиологи, потому что это ожидаемое, это прогнозируемое состояние. Дальше. Пациенты с психическими расстройствами имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и у них реже распознаются традиционные факторы риска. Это нам тоже знакомо, потому что за своими проблемами, связанные с психическими расстройствами, психологически и так далее, пациент не видит других проблем и врач тем более. Далее. То есть выявление этих психических расстройств, вот то, что сейчас говорил Фарид Измагинович, должно расширить и повлиять на модели риска сердечно-сосудистых заболеваний. Я, наверное, правильно поняла ваш доклад, что это должно быть более четко прописано в рекомендациях. И, конечно, увеличивается число суицидальных попыток и суицидов. Известные факты больные заканчивают неблагоприятную свою жизнь в связи с тяжелым развитием депрессии. Что касается оценки психоциальной, также вот раздел третий написано. У каждого пятого пациента диагностируется психическое расстройство, которое проявляется соматическими симптомами. Врачи при физическом осмотре должны внимательно относиться к этим соматическим и другим эмоциональным причинам этих симптомов. О чем идет речь? У пациента ведь могут быть какие? Кардиология, ощущение нехватки воздуха, одышка, нарушение перебоя в работе в сердце. Не связаны с патологией сердечно-сосудистой системы. Конечно, вычленить это, узнать врачу-терапевту очень сложно. Поэтому еще академик Маколкин говорил, нормальная электрокардиограмма, дополнительная головная боль для врача. Так и масса различных симптомов – это головная боль для врача, терапевта и кардиолога. Что нам может помочь? Именно вот использование психометрических анкет, шкал, уже ссылался Фарид Измагельевич, вот валидная шкала, очень простая шкала, хац, госпитальная шкала тревоги и депрессии, которая нашла свое применение, очень проста, до 7 баллов нет, 7 до 11 баллов – повышенный уровень и высокий уровень. Причем врачи действительно должны помнить о том, что шкалами мы не диагностируем расстройства, мы только уточняем риск, уровень этих расстройств, уровень тревоги, уровень депрессии, соответствующий тем или иным клиническим проявлениям. А реверификации мы должны уже проводить психопатологическое исследование. Это уже о рамках психиатрии. Анкетирование. Я хочу напомнить, мы же не только клиницисты, мы еще и педагоги высшей школы. Начиная уже с третьего курса на клинических кафедрах, наше классическое обучение обстроено о том, что мы обучаем студентам правильному сбору анамнеза. И даже неважно, врач это терапевт или психиатр или кардиолог. При четком, правильном собранном анамнезе всегда это можно уточнить и выявить, а в дальнейшем подкрепить психометрическими, например, шкалами. То есть это очень важный этап. 90% диагноза определяет правильно собранный анамнез. И, конечно, при согласии пациента обязательно нужно проводить психиатрическое, психотерапевтическое консультирование и направление пациентов в службу психиатрическую. Вот какие же все-таки вот эти факторы психических расстройств учитываются? Низкий социальный экономический статус, низкая социальная поддержка. Но это не значит, что если у пациента низкий уровень образования не очень высок, или уровень зарплаты, что у него, да, вот как будет отношение рисков. Дело в том, что лица именно с этими факторами больше подвержены психологической дезадаптации. То есть психическая и социальная дезадаптация приводит к развитию тяжелых депрессий, тревоги. И вот они уже патогенетическими механизмами включаются в процесс развития тяжелых депрессий, тревоги, которые приводят к преждевременной смерти худшим прогнозам и так далее. Стрессорные факторы, психосоциальные стрессы – очень мощные факторы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия и депрессивные эпизоды, то есть и тяжелая депрессия, и даже депрессивные расстройства или сосчитанные тревожно-депрессивные увеличивают риск ненаприятных исходов больше, чем в два раза. А вот тревога, панические атаки увеличивают риск более, чем в четыре раза, как артериальной гипертонии, так и ишемической болезни сердца. И личностные особенности, гнев, враждебность, тип личности, дистрессорный тип, который вот в основном нас изучает профессор Сумин с его учениками – это факторы неблагоприятного прогноза. И сами психические расстройства, такие как посттравматическая, например, или даже шизофрения, как описано, что там же есть и мания, и депрессия, поэтому само по себе они также увеличивают риск неблагоприятных исходов. Так вот, уже конкретно форидизмогеничную английскую версию, а я тут более подробно скажу по-русски, да, достаточно высокий уровень доказательности. Пусть это будут не очень много различных, но все-таки показан достаточно высокий класс уровня доказательности, что пациентам с психическими расстройствами требуется повышенное внимание и поддержка для улучшения приверженности к изменению образа жизни и медикаментозной терапии. Что пациентов рекомендуется обоснованная психиатрическая помощь, включая междисциплинарное сотрудничество со специалистами. Кстати, у нас в Томске это весьма успешно осуществляется, тем более, что у нас в Томске есть Центр психического здоровья, мы тесно работаем, то есть этот Центр тесно работает с кардиологами, терапевтами, с гастротерологами и так далее. Постоянно пациенты мигрируют между соматическими, если необходимо, стационарно, и этим Центром психического здоровья. Далее, пациенты, перенесшие стрессы, необходимо рекомендовать и уметь учить управлять стрессом. И рекомендации пациентам с депрессией и тревогой по показаниям назначать и не бояться назначать психотропную терапию, преимущественно, конечно, доказанного селективными гибиторами обратного захвата серотонина, которые показали свою безопасность и эффективность у больных общей медицинской практики. Ну и маленькая ремарочка в этих рекомендациях, что пациенты с сердечной недостаточностью и тяжелой депрессией не рекомендуется назначать именно класс 3 циклических антидепрессантов. Ну, маленькие дозы, но речь идет, конечно, о более высоких дозах. Надо сказать, что вот эти все указанные психические расстройства, психосоциальные факторы, они редко бывают изолированными. Они чаще всего взаимодействуют, взаимообусловливают друг друга. Если пациент перенес мощное психоэмоциональное стрессовое событие, потеря близкого, это, как правило, самый мощный стрессор, потеря близкого родственника или просто близкого человека, то это может спровоцировать развитие депрессивного эпизода, тяжелого. Далее. А еще у личности, имеющих какие-то свои особенности, например, те личности D, таким образом взаимодействие этих факторов, вот на этом рисунке я постаралась как-то это все суммировать, они прежде влияют, конечно, на поведенческий фактор, почему и в рекомендациях по вмешательству это стоит первым пунктом, потому что это препятствует хорошему комплиансу между пациентом и врачом, это снижает приверженность пациентов к медикаментозному лечению и соблюдению всех рекомендаций. Это очень важно. Далее. Вот если анализировать классификацию ВОЗ по потенциальным факторам риска, конечно, здесь играют роль очень многие факторы, в том числе даже культуральные, даже религиозные особенности, мы прекрасно знаем, как влияют на приверженность к лечению. Уж не говоря там о возрасте, о поле, но вот я выделила, ну то, что я уже сказала, вот эти психосоциальные факторы, уровень образования, статус, нервной социальной поддержки, изоляция, конечно, влияет и сама таблетка какая, да, и упаковка, и количество приемов препарата, поэтому фармацевтические компании, каждая старается так препарат преподнести, чтобы пациент его чаще применял. Но среди вот этих всего, смотрите, связанных с болезнью, наши пациенты прекращают лечение, я имею в виду кардиологическое, потому что вроде чувствуют себя, или они за маской других симптомов не видят проблемы со стороны внутренних органов, в частности сердца, объясняя свои проблемы там нервными какими-то стрессами, да, характером и так далее, или проблемами, то есть именно выявление наличия психических расстройств, тревоги, депрессии, безусловно, когнитивных нарушений, что очень важно сейчас, безусловно, играет роль приверженности. Или психологической, низкая самооценка, или алекситимия, это термик, кстати, не так давно вошедший в нашу практику, кстати, от психиатров, да, неумение пациента объяснить, описать, а если врач не умеет еще и объяснить, и описать, поэтому, или аназогнозия, гипогнозия, особенно, да, свойственна нашим любимым мужчинам, как правило, и у них особенно низкая приверженность к лечению. Ну, и многие другие причины, я сейчас говорю в основном о психических расстройствах и психоциальных. Буквально два примера, касающие конкретно приведенных вот этих всех постулатов. В свое время под руководством, ну, мы с Марией Михайловной были научными руководителями кандидатской диссертации, так вот, диссертант обследовал амбулаторных пациентов в обычной поликлинике. Из 280 пациентов выявлена депрессия у 90 пациентов. Это составило 32, даже чуть больше. Много это или мало? Иногда, ну, не так совсем сведущие доктора. Да, много, да нет. Это как раз соответствует средним, то есть выявлению распространенности депрессии у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый третий имеет какое-то расстройство или депрессию, да? Что выявилось? Что у больных именно с депрессией ассоциировано состояние с артериальной гипертонией значительно выше, чем у пациентов без депрессии. Эти больные чаще переносили инфаркт. И, как показывает анамнез, чаще инфаркт был бы бессимптомный или проходил на фоне каких-то других симптомов. Далее. Нарушение ритма сердца. Мы знаем, как, насколько панические расстройства провоцируют нарушение ритма высоких градаций, фибрилляцию предсердий и пароксизмальной формы тахикардии. И у этих пациентов это выявляется значительно, значимо чаще. Сахарный диабет. Эти пациенты чаще подвергаются хирургической ревоскулиризации, потому что именно у них больше ассоциированных к клиническим состояниям и, естественно, больше показаний. Нитроглицерин. Как показывает... Вот я почему привела этот слайд, потому что в тех рекомендациях было написано, надо уметь дифференцировать симптомы эмоциональные и связанные с патологией сердца. Наши пациенты, имеющие психические расстройства, психосоциальные факторы, начинают принимать нитроглицерин при любых каких-то состояниях, появлении, например, кардиологии, да, или еще каких-то. Так надо, прежде всего, выявить, возможно, это и не стенокардия, а кардиология, обусловленная другим расстройством, тревогой, депрессией, выявить, корректировать, а потом уже оценивать, и чтобы больной принимал нитроглицерин именно тогда, когда в этом есть ему необходимость. И, конечно, анамнезу, семейная анамнезу этих больных значительно более, да, хуже, чем у других. И вот буквально эти же пациенты, у которых конкретно психосоциальное, как показало исследование, в два раза, более чем в два раза чаще эти пациенты переносили мощные психотравмирующие события. Это потерю близких, тяжелые болезни, или болезнь ребенка, какие-то катастрофы другого порядка, низкий уровень материального дохода, и социальное отсутствие или низкая социальная поддержка, как со стороны государства, так и со стороны семьи. Намного чаще у этих пациентов. И они ставились инвалидами второй, третьей группы. И не потому, что у них гемодинамические показатели были хуже, потому что врач, практикующий, когда пациент жалуется на боли, на одышку, иногда теряется в массе этих симптомов, не знает, как. Надо все-таки уметь дифференцировать и как-то научиться выявлять, корректировать. И, возможно, какое-то... Особенно касается больных, которые перенесли именно стентирование аортокоронарного шунтирования. Кстати, вот были работы под руководством Ольги Леонидовны Барбараш, что действительно это проблема. Казалось бы, мы улучшаем гемодинамику, почему пациенты становятся инвалидами. У них очень высокий риск, и у них есть именно вот этот аспект проблем, который нужно уметь выявлять и корректировать. Ну, а здесь указываю на то, что мощные психотравмирующие события, как предшествующие острому коронарному синдрому или развитию острого инфаркта миокарда, слава богу, не фатального, как правило, вот красные линии обозначены, они опережали развитие этих острых коронарных синдромов инфаркта миокарда в среднем на 4-е результаты моего исследования опережали это событие. То есть, насколько это мощные провокационные триггерные факторы. У больниц артериальной гипертонии в начальной стадии зачастую является именно стрессорные мощные, провоцируют, а в дальнейшем уже как факторы, ухудшающие прогрессирование. Ну, в заключение хочу сказать, что сегодня происходит накопление научно-практического опыта и сближение наших профессиональных интересов терапевтов, психиатров, психотерапевтов, психологов клинических. Но, как правильно, я тоже согласна, остается скорее, ну, так скажем, это чем правилом. В этом отношении Сибирская школа кардиологов, терапевтов, кстати, которые истоки идут от Санкт-Петербургской школы, профессор Сергей Петрович, его учеником был профессор Курлов Михаил Григорьевич, один из основоположников терапии еще до царское время в нашем императорском государственном университете. И его ученик и последователь, это известнейший академик Дмитрий Дмитриевич Яблоков. По сути, с именем Дмитрия Дмитриевича Яблокова это связана вся наша Сибирская терапевтическая школа. Ну, и ученик, и последователь, известнейший академик Ростислав Сергеевич Карпов, который мы, естественно, вклад не только в кардиологию, в терапию, но в том числе и работы по психосоматической медицине. Это сотрудничество, безусловно, направлено и на обогащение знаний, образования, чем мы сегодня занимаемся, и, конечно, создание рекомендаций. Я поддерживаю инициативу Фарид Измогильевича в отношении рекомендаций. Безусловно, будем принимать участие. Спасибо за приглашение к этому участию, чтобы именно эффективно оказывать помощь нашим пациентам со сложной коморбитной, соматической, психической патологией. Заканчивая, хочу сказать словами Вольтера, люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, выказывая удивительное единение мастерства и человечности, стоит превыше всех, уехих на этой земле. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Наталья Петровна. Значит, надо выйти из доклада. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем работу дальше. И сейчас у нас доклад в записи будет онлайн. Любовь Владимировна Рычкова, она директор научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, член-корреспондент Академии наук и занимается проблемами психосоматическими, в том числе и детишек. И я надеюсь, что сейчас мы услышим ее доклад. Глубоко уважаемые коллеги, всем добрый день. Мы рады приветствовать вас от лица нашего научного центра и выразить признательность за возможность участия в столь представительном форуме с докладом «Стресс и ожирение». Ожирение в современном мире приобрело характер пандемии. Оценка глобальной распространенности избыточного веса и ожирения среди детей школьного возраста впервые была проведена в 2004 году. Тогда было сделано заключение, что примерно 10% детей в возрасте от 5 до 17 лет имеют избыточную массу тела, причем около четверти этих детей страдают ожирением. Последующие годы показали, что ситуация не претерпела значительных изменений. Ситуацию в России характеризуют результаты двух крупных исследований. Первое из них было проведено в 2010-2012 годах в 484 центрах здоровья и включало более 400 тысяч детей и подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Частота встречаемости ожирения составила около 7% для лиц мужского пола и более 5% для лиц женского пола, а избыточная масса тела 22,19% соответственно. Почти аналогичные данные были получены в 2014 году. В исследовании тогда принимало участие более 5 тысяч детей в возрасте 5, 10, 15 лет из 5 городов Российской Федерации. Пандемия COVID-19 привела к большим изменениям в жизни детей и подростков. Повсюду в мире дети перестали ходить в школы и оказались запертыми в своих домах. Справляться с текущей ситуацией и соблюдать ограничения для детей и подростков может быть сложнее, чем для взрослых, поскольку эти обстоятельства несовместимы с задачами их развития. И хотя должны пройти годы, прежде чем мы сможем оценить воздействие коронавирусной инфекции на психическое здоровье детей и подростков, текущие исследования свидетельствуют о повышении у них уровня стресса, тревожности. Дети, страдающие от хронического стресса, характеризуются низкой приверженностью к здоровому образу жизни и склонны вести сидячий образ жизни с увеличением времени просмотра телепередач. Можно предположить, что связанные с пандемией 20-го до 22-го года изоляция, дистанционное обучение, резкое сокращение доступности внешкольных занятий и, соответственно, уменьшение физической активности внесет коррективы в цифры распространенности ожирения как в России, так и в мире. Пока мы имеем только предварительные данные. Результаты метаанализа 12 исследований из 8 стран свидетельствуют о том, что во время режима самоизоляции увеличилась доля детей как с избыточной массой тела, так и с ожирением. Это вызывает серьезную беспокоенность в силу влияния ожирения на кардиометаболические исходы. Два лонгитюдных когортных исследования, основанных на данных шведского реестра призывников, показали, что тяжелое ожирение в подростковом возрасте значительно повышает риск развития сердечной недостаточности, вилитационной кардиомепатии, а также связано с повышением кардиоваскулярной смертности и смерти от всех причин в течение 23 лет наблюдения. На данном слайде вы можете видеть показатели смертности от сердечно-сосудистых причин в соответствии с процентилем индекса массы тела в возрасте 16-19 лет у более чем 2 миллионов участников в течение 44 лет наблюдения. Показано, что ожирение в подростковом возрасте связано со значительным повышением риска сердечно-сосудистых исходов в среднем возрасте, особенно от ишемической болезни сердца. Немаловажно то, что ожирение не является транзиторной проблемой детского возраста, но сопровождает человека во взрослой жизни. 90% подростков с ожирением становятся взрослыми людьми с ожирением. На слайде представлены результаты четырех перспективных когортных исследований, в которых была проведена оценка индекса массы тела в детском, а затем во взрослом возрасте. Средняя продолжительность наблюдения составила 23 года. Всего в анализ вошло более 6 тысяч человек. Показано, что избыточная масса тела или ожирение у детей, которые впоследствии стали взрослыми с ожирением, повышали риск диабета второго типа, гипертонии, дислепидемии и атеросклероза. Риски этих исходов среди детей с избыточным весом или ожирением, которые стали взрослыми без ожирения, были аналогичны рискам среди лиц, которые никогда не страдали ожирением. Таким образом, необходимо сосредоточить усилия на борьбе с основными факторами, формирующими высокий кардиометаболический риск, что позволило бы предотвратить примерно три четверти случаев инфарктов, инсультов и диабетов второго типа. Ожирение имеет множество причин, включая и сильную генетическую подрасположенность. Но может ли стресс играть хотя бы частичную роль в его возникновении? В большинстве исследований, возможно, роли психологического и эмоционального стресса в развитии ожирения обнаружили положительную взаимосвязь между негативным аффектом или стрессом у детей и увеличением веса. Согласно характеристике Эндрю Баума, стресс – это негативное эмоциональное переживание, сопровождающееся предсказуемыми биохимическими, физиологическими, когнитивными и поведенческими изменениями, которые направлены либо на изменение стрессового события, либо на приспособление к его последствиям. Действительно, стресс и ожирение могут быть связаны через каждый из этих типов изменений, хотя чаще с целью приспособиться к последствиям стресса, а не изменить фактическое стрессовое событие. Саморегуляция – ключевой фактор, который включает в себя произвольный контроль и контроль импульсивности. Концепция произвольного контроля включает в себя способность подавлять или активировать поведение для достижения долгосрочных целей. Импульсивность характеризуется высокой чувствительностью к вознаграждению и высоким дефицитом торможения реакции. Эти факторы имеют прямую связь с ограничением питания, при котором прилагаются усилия для подавления стимулов к еде, основанных на вознаграждении, для достижения долгосрочных целей в отношении веса. А импульсивность – это еще и склонность действовать по первому побуждению, под влиянием сейминутных стимулов, эмоций, влечений, без обдумывания поступков, взвешивания альтернативных вариантов действий, особенно подразумевающих отсроченное вознаграждение. Несколько исследований с участием детей показали, что повышение импульсивности, снижение тормозящего контроля и более высокая чувствительность к вознаграждению связаны с выбором нездоровой пищи и, соответственно, избыточным весом. Использование функциональной МРТ для изучения нейронных активаций во время выполнения, связанной с едой задачей Go-No-Go, показало, что более высокий индекс массы тела у девочек-подростков был связан с гипофункцией областей ингибирующего контроля и повышенной реакции областей пищевого вознаграждения. Эти результаты подтверждаются результатами проспективного продольного когортного исследования, в рамках которого было выполнено два поведенческих протокола. Это оценка уровня самоконтроля в возрасте 3 лет и тестирование отсроченного вознаграждения в возрасте 5 лет. Показано, что нарушение саморегуляции в детстве может предрасполагать к чрезмерному увеличению веса в раннем подростковом возрасте. Таким образом, когнитивные процессы, участвующие в механизмах саморегуляции, важны для управления поведением и принятия решений, касающихся питания. Однако под воздействием стресса эти процессы, такие как исполнительное функционирование, могут нарушаться. Это хорошо иллюстрирует исследования Иванса с коллегами. Перед 9-летним ребенком ставили две тарелки конфет, большую и среднего размера, и говорили, что исследователь выйдет из комнаты и ребенок сможет получить большую тарелку конфет, когда он вернется. Но если ребенок не сможет ждать и захочет получить конфеты немедленно, то он должен подать сигнал, тогда исследователь вернется и даст ему среднюю тарелку. Оказалось, что дети, которые в течение жизни испытывали больше кумулятивных стрессовых факторов, были менее способны откладывать вознаграждениями. И эти дети, в свою очередь, имели более высокий рост индекса массы тела через 4 года. Таким образом, связь между совокупным стрессом в детстве и набором веса в раннем подростковом возрасте, а посредованно саморегулирующим поведением. Стресс может способствовать развитию ожирения через формирование нездоровых моделей пищевого поведения. В мета-анализе 13 исследований, включавших детей в возрасте от 8 до 18 лет, было показано, что стресс был связан с нездоровым пищевым поведением как у младших детей, так и у детей старшего возраста. Пищевое поведение, направленное на преодоление эмоций, определяется как эмоциональное питание. Наиболее часто эмоциональное питание сопровождает отрицательные эмоции, в том числе и у детей. В лонгитюдном исследовании сельских младших школьников было показано, что реакция на гнев и беспокойство связана с эмоциональным питанием. Эта дезадаптивная стратегия преодоления стресса может лежать в основе взаимосвязи между эмоциональной дисрегуляцией и ожирением. Эмоциональное питание также связано с нездоровой диетой. При исследовании диетических коррелятов эмоционального питания у школьников было показано, что эмоциональное питание связано с увеличением частоты употребления сладких высококалорийных продуктов, таких как пирожные и мороженое, соленых высококалорийных продуктов, такие как чипсы и газированных напитков. Семейные модели питания также оказывают существенное влияние на пищевое поведение ребенка. Родители и члены семьи влияют на паттерны питания детей не только посредством доступности определенных продуктов. Модель, представленная на слайде, подразумевает, что на развитие пищевого поведения детей влияют родительские факторы, включая помимо прямых генетических аспектов статуса веса промежуточные поведенческие аспекты воспитания и питания. Дети также учатся на поведении своих родителей, например, употребляя пищу для успокоения негативных эмоций. Стрессовые состояния родителей также могут способствовать развитию ожирения у их детей. Причем это влияние может оказываться еще на этапе внутриутробного развития. Систематический обзор 45 исследований показал, что ключевую роль в этом могут играть глюкокортикоиды материнской оси гипоталямус-гипофиз надпочечники, которые модифицируют среду внутриутробного развития, приводя к кардиометаболическим заболеваниям потомства. Стресс матерей был отчетливо связан с неблагоприятными кардиометаболическими исходами у потомства в постнатальном периоде, такими как ожирение, гипергликемия, инсулинорезистентность, сахарный диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. В постнатальном периоде стресс матери также играет роль в общем здоровье и благополучии ее ребенка. И недавний метанализ пришел к выводу, что дети матерей, испытывающих высокий уровень психологического стресса, подвергаются большему риску ожирения. За счет чего может возникать эта ассоциация? По-видимому, существует отрицательная связь между стрессом матери и физической активностью детей. Среди семи поперечных исследований, изучающих эту связь, в пяти была обнаружена эта связь. И еще одно исследование показало, что с низкой физической активностью связан не любой, а именно финансовый стресс родителей. Дети родителей с высоким уровнем стресса с меньшей вероятностью соблюдают рекомендации по физической активности, меньше участвуют в активных играх. Также было показано, что родители, которые испытывали высокий уровень стресса, с меньшей вероятностью устанавливали ограничения на количество времени, которое их дети проводили перед телевизором. На слайде представлены результаты интересного исследования, в котором изучался выбор детьми поведения для преодоления стресса. Было показано, что дети, которые чаще смотрят телевизор, используют телевизор как способ справиться со стрессом. Но дети, которые в обычной жизни имеют высокий уровень физической активности, предпочитают использовать физическую активность, чтобы справиться со стрессом. И результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что физическая активность может служить буфером противредного воздействия стресса на состав тела, индекс массы тела, метаболический синдром или даже общее состояние здоровья. Дополнительным источником стресса для детей и подростков может быть школа. Глобальное исследование, уверенность в процессе обучения, показало, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. Частым признаком хронического стресса у детей является нарушение сна. С другой стороны, продолжительность сна обратно связана с ожирением, что было неоднократно показано в поперечных исследованиях как у взрослых, так и у детей. В перспективных исследованиях было показано, что короткая продолжительность сна предсказывает увеличение веса или ожирения в течение последующего периода жизни. Кроме того, было обнаружено, что недостаток сна у взрослых является предиктором развития сахарного диабета второго типа. Мы живем в обществе, которое стигматизирует людей с высокой массой тела. Один из распространенных, но часто упускаемых из виду аспектов ожирения, это то, насколько тяжело испытывать такую стигматизацию. Стигма и завеса, определяемые как коллективные предрассудки, дискриминации и негативные отношения к тем, кого считают слишком толстыми, является повсеместной. Действительно, при исследовании учеников из 20 школ, 27% из них сообщили о насмешках, связанных с лишним весом. Распространенность стигматизации выше среди лиц, обращающихся за лечением для похудания. Стигма, связанная с лишним весом, также является устойчивой. Около 80% сообщили о том, что она длилась более одного года, а 33% сообщили о том, что стигма длилась более пяти лет. Все больше и больше данных подтверждают связь между стигматизацией, детей и подростков, страдающих ожирением, и пагубными, краткосрочными, долгосрочными психологическими, эмоциональными последствиями, затрагивающими как детей, так и их родителей, включая психосоциальные нарушения, снижение исполнительной функции, ухудшение связанного со здоровьем качества жизни, нездоровое поведение по контролю веса и нарушением контроля веса. Исследования показали, что эти негативные аффекты могут возникать независимо от источника стигмы, которые могут включать семью, сверстников, преподавателей, медицинских работников, СМИ и незнакомых людей. Таким образом, хронические стрессы и ожирение имеют не только общие нейробиологические механизмы, но и множество общих поведенческих и эмоциональных характеристик. Систематические обзоры вмешательств показывают, что успешные меры по борьбе с детским ожирением должны быть многомерными, сочетая традиционные стратегии с поведенческими и психологическими подходами. Однако на эмоциональных факторах было сосредоточено немного интервенционных исследований. Недавний обзор поведенческих мешательств показал, что лишь небольшое количество мешательств было сосредоточено на обучении управлению стрессом и контроле эмоций. Но в целом эти исследования были эффективными, что обуславливает важность научных и практических исследований в данном направлении. Благодарю за внимание. Василий Самойлович. В течение уже более полувека подчеркивается тесная связь сердечно-сосудистых заболеваний и нервно-психических расстройств. А в рамках последней наиболее важными и актуальными являются аффективные нарушения. Многочисленные исследования показывают, что аффективные нарушения наблюдаются у почти половины больных с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями. По крайней мере, вот эти из них, поскольку цифры, конечно, у разных исследователей разнятся. Хорошо, понял. Механизмы возникновения психосоматических расстройств по общепатологическим представлениям включают в себя, по крайней мере, три звена. Аффективное напряжение, активация нейроэндокринных и вегетативных систем. Именно эмоциональное напряжение определяет активацию этих систем. И в последующем влияние длительной активации нейроэндокринной, вегетативной на органы и мишени, на сосудистую стенку и развитие соответствующих соматических дисфункций и соматических расстройств. Вплоть до выраженных. Эмоции и кардиоваскулярные заболевания тесно связаны. Тревога, депрессия, эмоциональный стресс являются важными психологическими факторами риска кардиоваскулярной патологии. Это общее место. Эпидемиологические исследовательские данные подтверждают, что даже с учетом значения биологических факторов риска, куда относится высокий уровень холестерина, к примеру, повышенное артериальное давление, наклонность к негативному эмоциональному реагированию, преобладание негативных эмоций, а также известная уже теперь интернистом алекситимия, неспособность осознавать эмоции, являются прямыми предикторами развития сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно, низкого качества жизни и даже смертности. Стресс и эмоциональная дезрегуляция. Стресс является, по сути, базой, основой возникновения кардиоваскулярной патологии на самых первых инициальных этапах, является толчком к развитию. Ну а возможность развития кардиоваскулярной патологии в случае психосоматического генеза определяется нарушением эмоциональной регуляции, тезрегуляции. Вот данный слайд как раз демонстрирует эти проявления, этот механизм взаимодействия стрессирующих факторов эмоций. Против этого выступают когнитивные эмоциональные, процессы когнитивной эмоциональной регуляции. И в случае, если регуляции удаются, то приспособление к стрессу, в случае, если это будет неудачный опыт, когнитивная эмоциональная дезрегуляция влечет физиологические и психологические расстройства, заболевания. В данном случае имеется в виду аффективные расстройства и кардиоваскулярную патологию. Для такого рода развития событий в настоящее время установлен и анатомо-физиологический субстрат. Префронтальная кора предположительно участвует в модуляции активности медалевидного ядра, которая ответственна к генерации негативных эмоций. В процессе переоценки повышенная активация медиальной префронтальной коры ассоциируется с ослаблением активации амигдалы и редукцией интенсивности негативных аффектов. Орбитофронтальная кора координирует взаимодействие этих отделов. Таким образом, эмоциональная дезрегуляция соотносится с крайностями от чрезмерной ограниченной эмоциональной экспрессии до повышенной и эксцессивной эмоциональности с резмерной возбудимостью в рамках различных типов психопатологии. Выделяются интернальные проявления недостаточности эмоциональной регуляции, руминации, паника, самообвинение, социальное подавление, интерперсональная изоляция, трудности концентрации внимания и экстернальные попытки избегать эмоциональные переживания, подавление или интолерантность, брутальность, агрессия, аутоагрессия, в том числе суицидальное поведение, злокуление психоактивными веществами, нарушение пищевого поведения. Руминация является общим звеном психопатологических расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний. Это персеверативная когниция, повторение нежелательных, ориентированных в прошлое мысли негативной направленности. Наиболее распространенная неадаптивная стратегия эмоциональной регуляции, поскольку при мысленной фиксации и повторении стрессовых событий физиологический эффект стресса более продолжительный характер имеет. Руминации соотносятся с тревогой и направленностью когнитивного фокуса на реальное или воображаемое наступление негативных событий. Руминации способствуют индукции пролонгированной активации гипотовармозгипофизодреналовой сети. У тех, кто чрезмерно склонен к руминации, поддерживается высокий уровень кортизола. Имеется доказательство того, что руминации пролонгируют типичную для стресса кардиоваскулярную реакцию. Олекситимия – еще один важный элемент эмоциональной дезрегуляции. Это нарушение процессов эмоциональной регуляции, приобретенное ей конституциональное. Олекситимия способствует дисбалансу вегетативных, нейродокринных процессов, снижению иммунного статуса, повышению кардиоваскулярной активности и симпатикотонии. Этому имеются в литературе соответствующие доказательства. Олекситимия определяет предосположенность к развитию широкого спектра психосоматических нарушений, но в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Для того, чтобы реализовалось патогенное действие эмоциональной дезрегуляции, необходим определенный личностный фон, аффективный темперамент. Надо сказать, что значение личностной предиспозиции в развитии, в частности, аффективной патологии, впервые отметил еще Крепелин, выделив элементы темперамента, имеющие связи с клиникой развернутого аффективного расстройства, и, базируясь на этой идее, на современном этапе выдвинула концепция аффективного темперамента, согласно которой выраженность в структуре личности таких деменций, как тревожность, раздражительность, циклотимность, гипертимность, депрессивность, предрасполагают к развитию аффективного заболевания. Аффективный темперамент предрасполагает к неадаптивным стратегиям эмоциональной регуляции. Алекситимия, руминации характерны для аффективного темперамента. Происходит ретенция негативных эмоций, развивается не только депрессия, но и, еще раз повторяю, широкий спектр психосоматических нарушений, а сердечно-сосудистые в их ряду находятся на ведущих позициях. Аффективный темперамент определяется по одной или более из пяти деменций. Гипертимный темперамент выделяется, гипотимный, тревожный, циклоидный, возбудимый. Имеются соответствующие шкалы для выявления аффективного темперамента. Еще раз подчеркну, что констатация наличия аффективного темперамента является предрасполагающим фактором к развитию психосоматических расстройств, главным образом сердечно-сосудистой патологии. И я нашел в литературе данные, подтверждающие этот тезис. Аффективный темперамент тесно соотносится с гипертонической болезнью, повышением провоспалительных цитокинов, снижением уровня нейротрофического фактора. В частности, в данном аспекте рассматривают циклотивный, тревожный, возбудимый темперамент. Но единственным выпадением из этого списка является гипертимный темперамент. Одним из вариантов объективной оценки состояния эмоциональной дерезрегуляции является вариабельность сердечного ритма. Это маркер способностей к эмоциональной регуляции, так как определяется активация нейросфагус, который связан с нейронными сетями, префронтальная кора, амигдала, гипоталемус, вовлеченными в регуляцию эмоций. Среди них префронтальная кора оказывает ингибирующее влияние. Соответственно, также имеются работы, подчеркивающие взаимосвязь различных типов аффективного темперамента и частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма. Данная диаграмма как раз показывает, что циклотивный, тревожный, возбудимый аффективные темпераменты соотносятся с индексом аугментации анализа пульсовой волны. Симптомы, соотносимые с тревогой, связаны с индексом аугментации напрямую. Этот слайд демонстрирует частотный спектр. Один – частотный спектр здоровых людей. Два и три – частотный спектр больных с артериальной гипертензией и нарушениями сердечного ритма. Таким образом, если мы говорим о психопатологических аспектах, психосоматической проблематике сердечно-сосудистой патологии, мы подчеркиваем, с одной стороны, определенные личностные особенности, с другой стороны, определенные в современной психологии конструкты, которые позволяют выявить предрасположенность к возникновению сердечно-сосудистой патологии. Ну а со стороны соматической сферы в настоящее время мы можем выделить отчетливую возможность выявления такой предрасположенностью с помощью физиологических методов, в частности, анализа вариабельности частотного ритма. Круг в этом случае замыкается. И психиатры, и кардиологи имеют в руках достаточно надежный инструмент выявления четкой границы, которую переходит каждый конкретный патологический случай при формировании, с одной стороны, психоэмоционального стресса и в дальнейшем течении патологического процесса перехода на органный уровень. Эту границу в настоящее время мы можем верифицировать, выявить, конечно, имея соответствующее инструментальное оснащение и профилактировать дальнейшее развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Мне представляется, что это дает нам определенные перспективы и позитивно настраивает на дальнейшую работу. Спасибо большое. У меня на этом все. Спасибо, Василий Самойлович. Остановить видео надо. Да, выйти из видео. Спасибо. И завершающий доклад у нас. Слово предоставляется Ольге Вячеславовне Петрунько. Это заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Иркутской государственной медицинской академии после дипломного образования и крайне важные вопросы в фармакотерапии. Пожалуйста, Ольга Вячеславовна. Уважаемые коллеги, добрый день. Единственный организатор отключил мне видео, поэтому если включат, я буду, и вы меня сможете тоже увидеть. Сейчас дождемся немножко. Ну, свой доклад я хотела бы начать со слов основоположника отечественной как терапии, так и кардиологии Дмитрия Дмитриевича Плетнева о том, что всякий врач должен быть хорошо знаком с так называемой малой психиатрией. И как раз таки думаю, что всех нас объединяет тема терапии кардиологических пациентов именно в аспекте на сегодняшний день весьма актуальном. Это выбор именно психофармакологических средств. О взаимосвязи кардиологических и психических расстройств на сегодняшний день накоплено достаточно много данных. В частности, практически у каждого третьего пациента с сердечно-сосудистой патологией выявляются не просто симптомы депрессии, а клинически выраженная тревога и депрессия, что безусловно требует назначения терапии. Это данные нашего отечественного исследования. При этом необходимо помнить, что ряд назначаемых в кардиологической практике препаратов сами по себе могут вызывать депрессию. Это гипотензивные препараты, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов и сердечные гликозиды. Если же речь идет о пациентах с психическими заболеваниями, то, безусловно, доказано, что именно у таких пациентов, это речь идет о эндогенных психозах, шизофрении, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, существенно выше риск ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, что не только осложняет выбор фармакотерапии, но и сокращает существенно продолжительность их жизни по сравнению с популяцией. На сегодняшний день действительно перечень психотропных средств представлен достаточно широко. Если же мы говорим о общесоматической практике, то здесь на первый план выходит именно назначение препаратов из группы антидепрессантов и транквилизаторов, гипнотических средств. В психиатрической практике, кроме этих препаратов, конечно, широко используются антипсихотики и нормотимики. Психостимуляторы на сегодняшний день назначаются крайне редко, а вот в отношении нейрометаболических препаратов, несмотря на их широкое назначение, в том числе коллегами-неврологами, все-таки доказательная база у этих препаратов остается достаточно скромной. Если же говорить о требованиях к психофармакологическим препаратам в кардиологической практике, то, безусловно, они должны отвечать не только высокой эффективности и быть удобными для применения, но прежде всего делается акцент на безопасности, то есть обладать должны минимумом побочных эффектов и нежелательных лекарственных взаимодействий. Если же мы говорим о возможных нежелательных эффектах, то это не только прямое кардиотоксическое действие, влияние на удлинение интервала КУТЭ, но и, конечно, это риски развития артериальной гипертензии, увеличение массы тела, развитие дислепидемии и сахарного диабета. На сегодняшний день информация о рисках, связанных с приемом психофармакологических средств по данным аспектам, хорошо известна и изучена. При выборе фармакологических средств у кардиологических пациентов, конечно, перед доктором стоит сразу несколько задач. Это не только определиться с группой фармакологических препаратов, то есть что назначить, анксиолитик или антидепрессант, но и, конечно, выбрать конкретный препарат, подобрать индивидуальные дозировки с учетом возможных рисков нежелательных побочных эффектов и, конечно, принимать во внимание сопутствующую фармакологическую терапию как самототропными, так и психофармакологическими средствами. При этом обязательно соблюдать курсовую длительность приема и очень осторожно относиться к отмене препаратов, потому что при резкой отмене возможно развитие синдрома отмены и ухудшение психического состояния. В качестве сопутствующей нефармакологической терапии, как уже сегодня подчеркивалось, безусловно, хорошую доказательную базу имеют психотерапевтические стратегии, а также психообразование, направленное на приверженность к соблюдению назначенной лекарственной терапии. Как же на сегодняшний день осуществляется терапия, например, депрессии в кардиологии? Это данные нашего отечественного исследования. К сожалению, 37% пациентов получают растительные препараты, а все-таки практически ни одного фитопрепарата нет, доказательной базы в отношении антидепрессивного эффекта, за исключением, может быть, препаратов зверобоя. 27% получают барбитураты. Речь идет о комбинированных препаратах корвалов, волокордин, волосердин, но все-таки уже более чем последних 30 лет, конечно, барбитураты не рассматриваются в качестве противотревожных средств в связи с высокой токсичностью и риском развития зависимости и привыкания и не обладают антидепрессивным действием. 26% получают транквилизаторы или снотворные средства, и лишь 9% получают действительно антидепрессанты, то есть те препараты, в которых они действительно нуждаются. Давайте рассмотрим те возможности фармакологические, которые у нас есть на сегодняшний день. Транквилизаторы. Да, они представлены двумя большими группами. Это производные бензодиазепинов и производные других групп. Если же речь идет о бензодиазепиновых транквилизаторов, действительно, с учетом их широкого спектра действия в отношении противотревожного, седативного, вегетостабилизирующего эффекта, миорелаксирующего, противосудорожного, иногда и гипнотического, действительно, препараты могут находить свое широкое применение, в том числе и у кардиологических больных, но при этом необходимо обязательно учитывать, что в связи с риском формирования зависимости они должны приниматься в минимально эффективной дозе и продолжительностью не более 4 недель. Что касается препаратов других групп, то, безусловно, они меньше имеют риски зависимости и побочные эффекты, хотя тот же самый гидроксизин может быть относительно иметь ограничения по применению в кардиологии в связи с риском удлинения интервала КУТЭ, ряд других препаратов обладает более низкой доказательной базой. Если же речь идет о препаратах из группы антидепрессантов, то на сегодняшний день они имеют высокую доказательную базу в отношении лечения не только депрессивных расстройств, но и целого спектра тревожных нарушений, таких как панические расстройства, генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. И действительно, выбор антидепрессантов у нас на сегодняшний день достаточно широк. Это и препараты не только первого поколения, но и препараты второго поколения, которые действительно существенно отличаются более хорошей безопасностью. Но если же мы посмотрим на данные, ну вот здесь приведены это по Соединенным Штатам Америки, за практически 30-летний период назначения антидепрессантов для лечения взрослых с депрессией, все-таки в приоритете остается назначение именно антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. И безусловно, это связано с тем, что это препараты, которые действительно имеют существенно меньший риск по сравнению с трициклическими антидепрессантами, нежелательных побочных эффектов, нет у них прямого кардиотоксического действия, холинолитических побочных эффектов. И действительно их можно назначать на длительный прием с достаточно хорошим комплайенсом. При этом даже у этой безопасной категории антидепрессантов действительно могут быть и определенные ограничения, связанные с риском развития нежелательных побочных эффектов и необходимостью в первые дни терапии дополнительного назначения анксиолитических средств. Но если говорить о кардиологической практике, как сегодня уже тоже было показано в докладах, что действительно необходимо учитывать и риск возникновения кровотечений при совместном приеме антиагрегантной терапии и назначении антидепрессантов данной группы. Кроме прямого влияния на обратный захват серотонина, у препаратов данной группы доказаны и дополнительные эффекты на другие рецепторы, что в общем-то позволяет говорить о том, что клинический спектр действий у антидепрессантов данной группы может несколько отличаться и соответственно иметь приоритеты при выборе для каждого конкретного пациента. Если же мы говорим о безопасности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, то в данном случае последние данные появились о возможных рисках удлинения интервала КУТ, например, при назначении циталопрама, меньше у других препаратов, ну и в некоторых случаях опять же это учет лекарственных взаимодействий. Хотя все последние у нас метаанализы по безопасности антидепрессантов все-таки действительно говорят о том, что именно препараты из группы антидепрессантов второго поколения, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, являются лидерами и действительно могут назначаться как в общесоматической сети, так и у кардиологических пациентов. Что касается антипсихотических средств, да, на сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано много препаратов. Это и препараты так называемой малой нейролептики, алимимозин, тиаридозин, хлорпретексен, сульперид, которые достаточно широко используются и в общесоматической сети, и препараты, которые используют преимущественно психиатры, как традиционные нейролептики, так и атипичные антипсихотики, и с учетом того, что наши пациенты с эндогенными психозами, у них терапия данными лекарственными средствами назначается очень длительно, безусловно, возникает необходимость тщательного мониторинга безопасности данных препаратов в отношении возможного удлинения интервала КУТЭ, нарушения обмена глюкозы, нарушения липидного обмена, риска развития гипотензии, увеличения массы тела, но, в общем-то, опять же, зная спектр клинического действия в отношении безопасности этих препаратов, выбрать конкретно для конкретного пациента безопасный, эффективный препарат, конечно, представляется возможным. Последние клинические рекомендации отечественные четко дают нам график по мониторированию соматических показателей при применении антипсихотической фармакотерапии, то есть какие из показателей оценки вес, давления, уровень сахара, липидов, электрокардиографическое исследование и с какой периодичностью мы должны проводить у своих пациентов. Хотя, конечно, для врача амбулаторной практики психиатра отследить и проконтролировать данные аспекты, но, в общем-то, на сегодняшний день представляется весьма затруднительным. Если же речь идет о нормотемических препаратах, средства, которые широко используются для лечения эндогенных, фазно протекающих психических расстройств, то речь идет о назначении препаратов лития и противосудорожных средств, которые наиболее часто представлены препаратами карбомазепин, вольпроевая кислота, ламатриджин. И хочется обратить внимание, что тот же самый карбомазепин, который на сегодняшний день широко назначают и врачи, и неврологи, весьма представляется опасным с точки зрения возможных побочных эффектов как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и требует, безусловно, учета лекарственных взаимодействий с большим количеством в том числе и самототропных средств. Ну и в заключении хочется сказать, что при выборе психофармакотерапии у кардиологического пациента рекомендуется, конечно, отдавать предпочтение препаратам современного поколения с благоприятным профилем переносимости, не превышать рекомендуемые дозы препаратов, обязательно соблюдать длительность курсового приема, а, допустим, при назначении антидепрессантов, она достигает длительность от шести, допустим, и больше месяцев, контролировать соматические показатели и, безусловно, учитывать возможные лекарственные взаимодействия. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Ольга Вячеславовна. Надо выйти из слайда. Спасибо большое. Ну что, коллеги, в целом мы симпозиум наш очень познавательно и интересно завершаем. У нас коллеги задали вопрос нам, я вот его прокомментирую вам. Скажите, а наследственный характер сосудистых заболеваний связан с наследственной психической реакцией на ситуации или все-таки с пищевыми привычками и генами? Ну вот такой вопрос кто-то прокомментирует из коллег. Ну я его попытался уже на этот вопрос ответить. Как раз говоря о процессах эмоциональной регуляции, дизрегуляции, в настоящее время имеются данные о том, что это является звеном генетической связи, определяющей возможность возникновения и коморбидности сердечно-сосудистых заболеваний и аффективных расстройств. Наталья Петровна, у вас есть что добавить? Ну я хочу сказать, что сложности в этой области есть, потому что вот мне, допустим, неизвестно, что генетические какие-то вариации совпадают у пациентов с психическими расстройствами и соматическими заболеваниями, хотя вот генетике выделяется много внимания. Наталья Петровна, есть у вас что добавить по генетической основе от кардиологических и психических расстройств? Ну сейчас вот именно тенденция направления, продолжу вашу мысль о том, что действительно много исследований проводится в генетическом, то есть изучение именно генотипов и различных фенотипов, то есть особенно в кардиологии, и не только в кардиологии, то есть именно генетические аспекты прослеживаются буквально вот по всем направлениям, я имею в виду, внутренней патологии, эти работы, да, такого фундаментального характера, участие определенных, скажем так, генных факторов. В отношении конкретно психических, ну, вы знаете, мне немножко непонятен был вопрос, потому что в зависимости есть ведь генетически, ну, как бы сказать, обусловленные заболевания, это уже не вызывает, да, никаких сомнений, как есть в том числе и психические, да, прямое наследование и так далее, а есть посредованное наследование, в зависимости все-таки от... Ну, мы всегда учитываем, да, наличие, не случайно же мы так тщательно стараемся уточнить детали анамнеза в плане имеющихся как сердечно-сосудистых заболеваний, так и расстройств в психической сфере у пациентов. Будет ли это прямое наследование, да, мы доказать пока не можем, хотя работы есть, я согласна с Василием Самовичем, потому что работ много в этом направлении, и это нельзя не учитывать. Нет, а я-то понял, видите, как автора вопроса, что, вы знаете же, да, есть как бы генетический полиморфизм, да, варианты генетические, которые предрасполагают к соматическим, да, предрасполагают к каким-то аффективным и другим психическим расстройствам. И автор этого вопроса, на мой взгляд, задал такой вопрос, значит, а вот есть ли общее, да, пересечение вот в этих генетических аномалиях, вариантах, да? Ну, вот я и хотела сказать, что я, к сожалению... Генетическая основа психосоматики, по сути-то, да, вопрос-то серьезный, кстати говоря. Отдельно пока, да, мы точно изучаем. Вот сейчас много, да, идет работ из Красноярска, из Новосибирска, ну, вообще практически центр. Это стало фундаментальным направлением многих исследований при эндокринной патологии и так далее. А вот сочетанное, конечно, наверное, это наша с вами задача и совместно такой пласт исследований проводить. Спасибо автору вопроса, потому что я хочу вообще поискать литературу. Если вот эти генетические совпадения... Задачу нам задал слушатель. Нет, я вот, кстати, могу уточнить этот момент и даже сослаться на соответствующие работы. Близнецовым методом показана связь как раз с сердечно-сосудистой патологией. То есть в одной семье, у одного близнеца имеется сердечно-сосудистая патология, у другого – аффективный темперамент, о котором я говорил. Вот такая ситуация. И в этом встречается гораздо чаще, чем в популяции. Это говорит о генетической связи. Ну, в любом случае, эта область еще малоизученная. Да и нам, как психосоматикам, это же фундаментальная наша основа, да? Вот, мне кажется, надо обратить на это внимание. Ну что, коллеги, очень интересную симпозиу мы уже завершаем. Есть ли у кого из коллег необходимость поделиться впечатлениями, я имею в виду ведущих наших психосоматиков, интернистов, психиатров? Я хотел бы Наталью Петровну и всех наших томских коллег вслед за вами, Фарид Смогилович, пригласить на наш осенний, ну, не осенний, получается, в августе будет международный конгресс азиатского психосоматического сообщества. В настоящее время мы собрали уже достаточно такой большой пул заявок на выступления. Это будет и аудиторная конференция, и онлайн-конференция. Зарубежные докладчики будут онлайн, а отечественных мы приглашаем к нам в аудиторию. Спасибо. Хорошо, вас в первую очередь приглашаем. Спасибо. Главное, чтобы ситуация нам не помешала в этом. Онлайн тогда, в любом варианте мы встречаем. Ну, понятно, но я... Но мы планируем и на Байкал выехать, безусловно, поэтому ждем вас. Кемеровские коллеги уже прислали заявки, поэтому Томск, безусловно, нам очень важен. Это один из крупнейших психосоматических центров. Конечно, мы рассчитываем на большое участие Натальи Петровны, вас и ваших коллег. Спасибо. Вот, Фарид Азмагевич, я как раз хочу сказать, все-таки вот это отличает наш сибирский федеральный округ. Мы достаточно активны в нашем сибирском федеральном округе. Многие регионы, то есть Иркутская область, Красноярский край, Томская область, Кемеровская, Омская. То есть мы достаточно активно во всех направлениях. Имеются очень такие фундаментальные, значимые работы, вышедшие в виде крупных диссертационных исследований. И, наверное, это тоже внесло в свой какой-то вклад в общую такую картину общего понимания. Да, вот развитие. В целом, в России, я хочу сказать, да и не только, не только, конечно, с учетом наших ведущих центров. То есть мы, я думаю, что мы не отстаем. Ну, это здорово, но я еще раз напомню коллегам, да, что практикующие врачи, а мы, собственно, ради них, наверное, работаем, да, они все-таки ждут нормативных документов, в первую очередь, рекомендаций. Потому что без них, да, вы же видите, ну, практически не движется у нас, не развивается более эффективное лечение даже банальных, тревожных и депрессивных расстройств. Я уж не говорю о нюансах, которых коллеги обсуждали сегодня. Да, Фарис, мог я дополнить? Я хочу сказать, вот у нас пока еще на уровне любознательности. То есть интересуется врач, он старается. Ну, и я согласна с вами в чем? Когда это будет рекомендация, то есть это будет обязательно включение в рекомендации, тогда врач обязан будет это использовать. Правильно я вас понимаю, да, и придерживаюсь. Ну, я заключительное слово Фариса Змогильевича. Я хочу искренне еще раз поблагодарить. И очень приятно, что мы сегодня здесь встретились хотя бы в таком формате и продолжим наше изыскание. Так что, Фарид Змогильевич и все коллеги, большое вам спасибо за приглашение. С огромным удовольствием послушала все заклады. И сама много чего почерпнула нового. Это всегда полезно. Несмотря на какой-то опыт и имеющееся знание, всегда полезно услышать других коллег. Спасибо вам, Фарид Змогильевич. Так что вам слово как организатору. Уважаемые коллеги, спасибо. Ну, прежде всего, конечно, да, Фарид Змогильевич, вам за то, что мы с Василием Самуиловичем, как психиатры, присоединились к кардиологическому такому форуму. И, конечно, вот как мы и говорили, да, что психосоматика, она эффективна, когда мы работаем вместе, да, вот в такой полипрофессиональной бригаде. И сегодняшняя работа нашей конкретно, да, секции действительно показала, что когда мы вместе, мы можем решать вопросы и диагностики адекватной, и помощи нашим пациентам. Большое спасибо. Очень приятно было поучаствовать. Ну что, коллеги, всем большое спасибо. Завершаем наш симпозиум. И до новых встреч, получается, да. А следующая встреча у нас на ICPM, да, 2022, 23, 24 августа, как Василий Самуилович уже анонсировал. Он у нас президент, кстати, Байкальской психосоматической ассоциации. Вот ждем вас, да, с активными докладами интересными, чтобы достойно представить российскую психосоматику уже на международном уровне. Пока только лишь на региональном, азиатском, азиатско-тихоокеанском. Но, тем не менее, будем выходить потом и на европейский уровень. Ну, на мировой, да. И дальше. Ну все, всем пока. До свидания. До свидания. Удачи, да. До свидания. До свидания. До свидания.